Мы едем на участок леса в 15 километрах от Бреста. Туда, в специально отведённый огороженный вольер, ежегодно, начиная с 2015 года, привозят новое пополнение благородных оленей, которые после передержки в полгода отпускают на волю. Так в Брестском регионе реализуется один из пунктов программы «Белорусский лес». С 2015 года по настоящее время мы закупили 239 оленей благородного за средства охотников, которые они уплачивают государственную пошлину на право охоты. Мы завозили в Барановичах, в Дрогичине, в Иваново, в Пинске. Практически во все эти угодья по два раза. Также и непосредственно в этот вольер в Брестском районе мы дважды заводили всего 64 особей оленей благородного. Однако уже в прошлом году было решено провести эксперимент и вселить нетипичный для Беларуси вид диких животных – лань европейскую. Так в начале декабря в вольере появились новые временные постояльцы. Если у нас уже олень благородный раньше завозился, и он уже есть в многих хозяйствах, то лань европейская на сегодняшний день – это первый случай, который общество завезло. И оно у нас здесь получается для того, чтобы увеличить нашу фауну, то есть будет у нас такой вид, как лань европейская. Ну и дальше она, естественно, мы успеваем контроль за выпуском в среду обитания природную. Передержка необходима для адаптации животных к месту проживания. Они заботятся за ними, наблюдают, их подкармливают. Летом в рационе у лани появляются грибы, желуди, каштаны, ягоды, злаковые, бобовые, зонтичные культуры. А в зимнее время рацион не такой богатый. В основном это кора деревьев и их ветви. Вот именно поэтому поддержка людей очень важна. Пища должна быть не только разнообразной и питательной, но и богатой минеральными веществами. Это вот та самая соль, которая витаминизирована для того, чтобы именно не просто соли поели, а для того, чтобы получить какой-то витаминный комплекс. В результате такой заботы еще в вольере появляется потомство. И к моменту выпуска на волю количество животных увеличивается. Всего же с 2015 года в результате программы на угодьях Белорусского общества охотников и рыболовов в Брестской области удалось увеличить количество оленей с 611 до 2817. Будем надеяться, что случай с ланью европейской окажется не менее удачным. Продолжение следует...